Ребят, всем привет, меня зовут Лена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной 6 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем. Когда ты много работаешь, на личную жизнь не хватает времени. И рано или поздно, возможно, настанет такой момент, когда тебе предстоит купить парня. И сегодня я куплю себе парня. Ладно, арендую. Ну просто так звучало, да? Куплю себе парня. Ну круто звучало, да? Вообще сегодня должно было выйти другое видео с халящиками, там, где я прикидываюсь кондитером. Но я совершенно случайно на сайте объявлений увидела объявление «Парень на 14 февраля, парень на 8 марта». Небольшая поправочка, это видео было снято до 14 февраля. И если вы думаете, что это какая-то шутка, то можете сами на том же Авито вбить в поиск «Парень на 14 февраля, парень на 8 марта». Эти объявления, они все как под копирочку. Сейчас я вам прочитаю описание. Этот парень стоит от 10 тысяч рублей за час. Проснуться от звонка курьера, который принесет цветы, 8 тысяч рублей. Поход в ресторан, 2 тысячи рублей. Еду оплачиваете вы. Фото в сториз, как держимся за ручки, 2 тысячи рублей. Фотка в сториз с отметкой, 5 тысяч рублей. Звонок бывшему, 10 тысяч рублей. Покататься на машине по городу под Асте, 8 тысяч рублей. Вот второе объявление, то же самое. Поход в ресторан, заплати ему 2 тысячи рублей и еще еду оплати. Да, треш. Но я подумала, а что нет? Давайте мы сейчас с вами будем писать по таким объявлениям и узнавать, что это такое. Как это арендовать парня? Мне просто это впец интересно. Я выбрала парня, который предлагает себя... Смотрите, какое у него объявление. Я просто выпала. Прекрасные дамы, предлагаю вам незабываемую встречу в самые романтические дни года. 14 февраля и 8 марта. И я готов составить вам компанию, чтобы сделать эти дни еще более особенными и запоминающимися. Мои предложения включают проведение времени вместе, наполненное радостью и взаимным удовольствием. За первый час нашей встречи я предлагаю всего 2 тысячи рублей. А каждый последующий час всего полторы тысячи рублей. Я гарантирую, что каждая минута проведенного вместе времени будет наполнена взаимным восхищением и удовольствием для ваших глаз и души. Ну типа он такой красивый, будешь смотреть на него и эта душа у тебя будет радоваться. Удовольствие ты получишь. И стоит всего 2 тысячи рублей. А потом полторы тысячи. Продлевать будем? Хе-хе, бай. Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания вместе со мной. Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы забронировать время для нашей встречи с наилучшими пожеланиями Евгений. Ну че Евгений, ты попал, давайте писать. Здравствуйте. Кстати, ребята, если вы хотите рассказать свою историю про халявщиков или что-то мне посоветовать касательно халявщиков, то у меня есть специальный бот в Телеграме, который называется Халявщики. Напишите мне туда. Ссылку на свой Телеграм оставлю в описании к видео. А также оставлю ссылку на свою группу ВК. Здравствуйте. Вы обратились за услугой? Да, но для начала мне интересно узнать, как это все будет происходить. Для начала нужно определиться со сектором работы. Ладно. У вас будут дополнительные пожелания? Какая у вас цель? Приятно провести время или что-то конкретное? Не знаю. А какие бывают дополнительные услуги? И какую цель можно выбрать? Я просто новенькая. Первый раз мужичка арендую. Доступны различные услуги. Вы предпочитаете, чтобы я заехала за вами на такси? Или вы предпочитаете добраться самостоятельно? Оплачивается такси и мое время в пути? Хотите ли вы получить букет цветов? Стоимость букетов начинается от 5000 рублей. Однако лучше определиться с целью. Да. А какие цели обычно выбирают? У каждого разные цели. Кому-то хочется сходить в кино, сфотографироваться в соцсетях, поужинать. Кто-то приглашает в компанию друзей. Представляю, что у вас появился парень. Кто-то для того, чтобы разозлить бывшего. Ты знал, на что давить, да? О, мне нужно отомстить бывшему. Я, наверное, какая-то отстала от жизни. А какое ты удовольствие от этого получишь? Ты платишь парню 2000 рублей. Оплачиваешь ему такси, чтобы он забрал тебя. Ты еще и оплачиваешь ему поездку. Время в пути. Также ты оплачиваешь букет цветов для себя. И по сути, когда он приезжает на такси, когда он тебе дарит этот букет, ты же не глупый человек. Ты не можешь вот так взять все и забыть, и отключить мысли, да? Ты же понимаешь, что ты купила себе этот букет, а тебе просто человек подарил. В чем удовольствие? Я не знаю. Одно дело, если там нужно позвить бывшего. То есть, тут есть какая-то конкретная цель. А там-то какая цель? Ну, как-то мне бы было не по себе. Даже сидеть рядом в кинотеатре с человеком, который... Я знаю, что я ему заплатил, чтобы он тут сидел. Он не по своей воле тут сидит. Для данной цели доступен пакет услуг и различные сценарии. Интересно. Самый популярный сценарий с заграничным бизнесменом. Также возможны варианты, учитывающие ваши условия. А что за заграничный бизнесмен? Вы будете находиться в компании бывшего. Панель за что? Я приеду к месту встречи на Майбахе и вручевом букет. Буду разговаривать на английском языке и на ломаном русском. Имею опыт и выгляжу естественно. Допустим. Буду вести диалог о бизнесе. Можем обсудить планы на будущее, включая переезд в другую страну. Также возможно сделать вам предложение прямо перед бывшим. А можно секундочку, секундочку, секундочку. Во-первых, мы каким-то макаром должны оказаться рядом с бывшим. И если брать моего бывшего, то скорее всего эта встреча состоится где-нибудь у подъездика. На лавочке. Мы, значит, встречаемся. Вдруг на Майбахе к этому паддику херачит мой зарубежный принц. Мы говорим там о бизнесе. Он такой богатый, потому что ездит на Майбахе. Майбах стоит от 25 миллионов рублей. И вдруг, вместо того, чтобы сделать мне предложение в Париже, красиво где-то, да? Но он же богатый. Он что делает предложение рядом с бывшим? Ну ни хера, да? И не подозрительно. Нормальная такая темка. Какой Париж? Какой ресторан? Рядом с бывшим сделаю тебе предложение. Я бизнесмен, миллиардер, мне видней. Он может говорить только о шурме, пиве и футболе. Какой бизнес? Это отличная возможность показать, что вы нашли идеальную замену ему. И сколько такой сценарий стоит? Аренда Майбаха с водителем 25 тысяч рублей. То есть, моя жопка даже не посидит в этом Майбахе, но я отдам 25 тысяч рублей. Потому что я тебя буду на месте ждать, а то ты приедешь на Майбахе. А я даже не сидя, что я заплачу такую сумму. Я ему что же хочу на Майбахе посидеть? Ты что? Большой букет 11 тысяч рублей. Кольцо для предложения 30 тысяч рублей. Можем также заказать салют после вашего, согласна, 15 тысяч рублей. Мне вот интересно посмотреть на того бывшего, который заслуживает такой понт. У меня таких бывших нет, вы что? Блин. Вы видите вот этот прайс? А Майбах приедешь ты, оплачу я. Когда моя жопа даже не присядет туда. Это самый популярный сценарий среди женщин. Да что сделать должен бывший такого, чтобы ты вот такую сумму так хереть какую забашляла? Да еще настолько палевно. С предложением это вообще абсурд. Да то даже если на ладе приедешь, мой бывший уже ахнет. Майбах его просто добьет. Я работаю только с бизнес-классом. Да не настолько мне этот бывший сдался, чтобы я платила 81 тысячу. Вы сами для себя делаете приятно. Найс. А что мне тут приятно-то? Напомню, на Майбах едешь ты. Ты заработаешь охереть какую сумму. А приятно мне как... Где мне приятно вот тут вот должно быть? Типа что? Кольцо я куплю себе за тридцатку. Которое даже не настоящее, которое я потом не смогу использовать. Потому что это фейковая свадьба. Салют, который, извините, всрать 15 тысяч в воздух. После фейкового согласна. Что-то я тут вообще приятно себе не наблюдаю. У меня наоборот глаз уже начинается дергаться. Тут скорее для тебя. А как вам устроиться? Я тоже хочу на Майбах ездить. Потому что вы за меня платили. А что? Хорошая работа, я считаю. Если Ютуб закроется. Пойду в аренду. Что? Я на Майбахе хочу покататься. Вакансий нет. Понятное дело. Слушай, а тебе бобровый жир не нужен? Давай я тебе бобровый жир подарю. Покормлю тебя. А ты бесплатно поможешь. А что? Я, конечно, тогда отказалась, когда мне мужик предлагал бобровый жир. Ну, может, это я тупая, не понимаю ценности бобрового жира. А этот муж, может, понимает. Редкая вещица, я вам скажу. Зачем вы обращаетесь за услугой, если денег нет? Вы впустую потратили мое время. А много кто бесплатно хочет? А что, если есть там халявщики в этой сфере, то мы можем с вами в следующем ролике притвориться парнем для аренды. Или девушкой. Не представляете, насколько. Попробуйте понять простую вещь. Я провожу свое время в вашей компании не потому, что хочу этого, а потому, что вы платите. У меня нет других причин. Обидно, знаете ли? Обидно. Все, теперь точно к нему не обращусь. Вот, может быть, хотела до этого, но он грубо со мной обращался, и все. Теперь точно не буду его нанимать, да? И пошел ты в жопу тогда. Ловяки. Ребята, следующий парень дороже предыдущего. Тот хотел две тысячи, этот хочет пять. Красиво понтануться перед подругами пять тысяч рублей, плюс пять тысяч рублей с цветами. Я говорю, они все под копирку как будто сделаны. Сводить в ресторан десять тысяч рублей. Сводить. Это тебя сводят за десять тысяч еще и бесплатно пожрешь. Просто покататься по трек для сторис пять тысяч рублей. За тысячу рублей буду подпевать, если норм трек. Спасибо тебе, господин, батюшка, что подпевать-то будешь за денежку еще? Ой, без твоего подпевания-то вообще. Не сдалось бы, да, сторис? Светануть сторис держать за руку три тысячи рублей. За отметку плюс тысяча рублей. Засветиться в нескольких сторис на видео пятнадцать тысяч рублей. Я явно неправильно живу, да? Я бесплатно все делаю. И свечу сторис, и фоткаюсь, и все бесплатно. Какой-то хер пятнадцать тысяч требует. Проехать мимо бывшего десять тысяч рублей. Проехать мимо бывшего десять тысяч рублей? За что? Я понимаю, если переехать бывшего за десять тысяч рублей. Я пошутила, я ни к чему не принуждаю. Это шутка. Так, стоп. Вот то, что я скажу, пожалуйста, не воспринимайте на свой счет и не воспринимайте, что я кого-то пытаюсь обидеть, задеть и оскорбить. Я человек не такой совершенно и никого обидеть не хочу. Тачка Кио Рио. У него машина Кио Рио. Слушайте, у меня недавно я продала свою машину старую. Шевроле Ланос. Кио Рио и Шевроле Ланос, они на одном уровне. Это эконом. Давайте говорить откровенно. Даже вы, владельцы Кио Рио, докажите, что. Ну невозможно на Кио Рио красиво понтануться перед подругами и проехать мимо бывшего, чтобы потануться. На Кио Рио. Вы видели Кио Рио? Я понимаю, если бы это было ПМВ, Мерседес. Мне Кио Рио, как ты понтанешься-то на Кио Рио? Кио Рио нормальная тачка, но эта тачка не для понта. Тут речь именно про понт. Бывший скажет, лохушка. Окей, давайте ему писать. Привет, меня заинтересовали твои услуги. Здорово. Какая услуга? Что ты мне пишешь, здорово? Ты 5 тысяч рублей просишь, пиши. Здравствуйте, моя госпожа. Ну, здравствуйте, девица-красавица хотя бы. Ну, парень, на 14 февраля. Я говорю, что за услуга? У меня там перечислено, ты читала? Я за 5 тысяч копника себе занимаю, а ты че? Мне интересно покататься под музыку по городу. Под какие треки? Под любые, под разные. Не знаю. Под разные, у меня много их в плейлисте. Покажу свой плейлист. Зачем? Я под говнище катать не буду. Тебе разве не все равно? Я же плачу. Не все равно, мне мои уши дороги. Оплачиваем услугу, еще и музыку не можем выбрать. Потому что ему что-то не понравится и все. Он, короче, заказывает музыку. За твои деньги. Ты вообще понимаешь, как эта услуга работает, аренда парня? Она отсюда не так работает. Ну, красивые треки про любовь там. Я рэп люблю. Да мне насрать. А я хочу треки о любви. Тогда наушники и трамвай. Хорошо. Тогда какие у тебя предложения? Что можешь еще сделать за встречу? Могу, Крут, подъехать за тобой и понтануться перед подругами. Можем сторис поснимать. Могу сфоткаться с тобой. Спасибо тебе, сфоткается он со мной. Ох. А покажи себя. Ну, а что? Мы же должны видеть, что покупаемое, чтобы не кота в мешке брать. А может, я сейчас оплачу ему за фотографии? А там, извините меня, жопа бегемота. Но оно мне надо. Мне спасибо. Еще за такие денжищи. Такое говнище. Зачем? Я же должна видеть, кто в кадре будет. Норм пацан будет. Не абсос. А, не абсос. А то я на самом деле переживала. Вдруг какой-то абсос будет. И вдруг там мне подписчики скажут, что за абсос. А если не абсос, то тогда нормально. А в ресторан как? Опиши эту услугу. Свожу тебя в ресторан. 10к поход. И меню за твой счет. А за что ты 10 тысяч это берешь? Тебя и так покорно бесплатно за еду работать. А еда какая? А вдруг ты закажешь что-то дорогое? Не обеднеешь, не ссы. Без кривета кайомаров. Ну все, перестала ссать. Сколько ты весишь? А что? Это имеет значение. Какое? Чем больше вес, тем дороже ценник. Это что такое за охранеть? А как вес влияет на цену? Машина тяжести везет и бензина больше жрет. А, ну в натуре. Вот я тупая-то не догадалась. Да? Ой. Если в синей зоне, цена, как в объявлении. За зеленую зону доплата 500 рубасов. За желтую зону доплата 1500. Если в красной, я не поеду с тобой. Так, давайте посмотрим в какой зоне. Так, метр семьдесят рост. У меня доплата 500 рублей. Я в зеленой зоне. Послушайте, тут синяя зона это 50 килограмм. При метр семьдесят весить 50 килограмм. Я даже не представляю это как. Для меня это невозможно. В принципе. Тут как бы наоборот считается, что зеленая зона это норма, а синяя это не ядовес. Что, дурак что ли? А почему если в красной, то не поедешь? Потому что в красной толстухи. Ну да, что-то я не подумала. Ну в натуре. Ты рассуждаешь, будто на реальное свидание идешь, а не на работу. Я работаю в кайф, а не напряг. Толстуха напрягает мой глаз. Смотреть неприятно на складки жира. Главное, чтобы на тебя было приятно смотреть. Я думаю, девчонки, там какой-то явно Аполлон. Ну правда, фотографии почему-то в Аполлон не показываются. Ну наверное, там такое Аполлон шоу. Ох! Еще и табличку по весу. А ты с весами придешь, да, навстречу? Ну что, а вдруг я тебя обману, а? Даже за деньги не стану, чтобы ее сало на мои сидухи потекло. Ее потняха. Ты дебил, да? Да. А услуга потанутся перед бывшим, как? Проедем круто мимо него. На Киорио мы круто проедем. Как? Если ты реально сможешь на Киорио круто проехать, я тебе сама заплачу эти пять тысяч рублей. Круто на Киорио? Да. А если, допустим, у бывшего Гелик? И каким образом мы тогда проедем на Киорио так, чтобы понтанемся перед ним? У моего бывшего Гелик. Это как ты так проедешь мимо, чтобы круче выглядеть? Значит, бывшего не бери. Трекции включать нельзя. Мимо бывшего не прокатиться. Что вообще можно-то? А как провести время со мной? Ну да, ребят, согласитесь, вы же видели переписку. Он же такой кайфовый человек. Так и хочется провести с ним время в натуре. Правда, да? Да ты антикайфовый. Ну и свали, коза. Обидел. Ой, как обидел. Ну и свалю, козел. Ляшки. Ребята, я нашла вариант подешевле. Всего 300 рублей. Правда, написано в описании немного. Беру недорого. Парень с крутым чувством юмора. Добряк. Здравствуйте. А какую услугу вы оказываете? Просто у него же нету никакого перечня услуг. Нету прайса. Хотелось бы узнать, что за услугу можно заказать. Себя. А? Ага. А можно конкретней? Ну а ты сама что хочешь? Узнать, что за услугу у вас можно заказать. Например, вы сопровождаете девушку на 14 февраля и 8 марта? Да. Что да? Да не знаю я. Я как будто навязываю, а не услугу заказываю. Всегда за меня решали, я просто соглашался. Нормально. Ну хорошо. Мне нужно подзлить бывшего. Я остаюсь одна на празднике и мне от этого грустно. Хочешь, ему морду набью? Заманчивое предложение. А сколько эта услуга стоит? Бутылка пива и я готов. Так вообще я считаю выгодно. Недорого однако. Да и предложение заманчивое. Ну давай в кабак сгоняем. Или к моему корешу на хату. Я услугу пытаюсь заказать. А по ощущениям, что мы на сайте знакомств. Сама сказала, что она не хочешь брать. А там и Сашка и Кирюха со своей Светкой будет. Еще, наверное, во вам подъедет. Вообще Шурик нормальный пацан. Хороший дискач устраивает. Вот знакомство с друзьями произошло. А сколько вам лет? А сколько дашь? Как я тебе дам, если я даже тебя не видела? Ни фотографий, ничего нету. Я говорю про возраст. Ну да, я тоже про возраст. Так и я о нем. Фотографий твоих нет. Как ему угадать возраст? А, да, точно. Ну, мне сорок. Че еще сказать? Добрый, веселый, купонейский. Закончил шарагу. Учился на электрика. Работаю на заводе. Мне кажется, этот мужик ввязался, а куда ввязался, сам не понимает. И че от него надо, не понимает. Я пытаюсь заказать услугу, он никакую услугу мне не называет. Хорошо. Как проходит оказание услуги? Какие вообще есть варианты? Пошли в кабак. Побухай, молясь. Че-то денег задался у меня. И сколько это будет стоить? Да ты че, я же пригласил, я и угощаю. Кто еще, да, не шаришь, во что ввязался? Совсем? Я вообще ничего не понимаю. Ты дал объявление. Парень на 14 февраля и 8 марта. Услуга компании. Да? Сейчас же не 14 февраля, а не 8 марта. И чего? Поэтому предлагаю кабак. Там и обсудим, как поступим. Уж извините, я вас люблю, но ради контента в кабак с ним не пойду. Давайте следующего. У этого парня написано парень для компании и праздника. Но в описании ничего не указано, а лишь за подробностями в ЛС. Поэтому я и написала ему. Здравствуйте, у вас написано за подробностями в ЛС. Какие услуги вы оказываете? Что значит парень для компании и праздника? Делаю одиноких женщин не одинокими. Ага. Класс. А как вы это делаете? Тебе сейчас одиноко? Да. Лажа. Че? Ты со мной трешь, где одиноко тебе? Что я с вами тру? Качан не работает. Какой качан? Че он несет? Алюра, соображай уже своим арбузом. Что такое Алюра? Каким арбузом я соображать? Алюра, начинающая... Ты че охерел? Алюра, начинающая... Путана. Слышь? Из нас двоих начинающая путана это ты. Не, я ж себя отдаю за 100 рублей. Свою компанию и общение. Сом-то Алюра, понял? Я Лена. Гоша. Я Гоша. Вас не понимаю. Помимо рандомных слов, вы какие-то услуги еще оказываете? Не бойся. Пока не планировала. Я батушный, можешь мне верить. Батушный? Да и ты не чувырла. Спасибо. На фото ты? Я. Рыбинка такая вся из себя. Слышь, Гоша, я не догоняю конкретно. Ты скажи, какие услуги оказываешь? Я твою душу буду слушать. Услугу общения, я правильно понимаю? Так точно, Рыбинка. Помните, я вам говорила, что на первом месте бесячье слово для меня это зай. Записывайте, Рыбинка на втором. А на личных встречах что происходит? У меня ходка, я только через полтора года смогу. Гоша, вы в тюрьме? Так точно, на нарах отдыхаю. Нормальный парень для компании и праздника. Во, самое то. Ошалеть. Ты заочница готова стать? Спасибо, я уже закончила учебу. Меня дождешься? Конечно, а что нет-то? А что пришла лясы точить? Я пришла узнать, какие услуги ты оказываешь. Услуга такая, я с тобой перетираю, ты мне день по сатену кидаешь. Договор. Гоша, это ты должен мне сатен за то, что я с тобой вообще общалась. И разнообразила твои будни. Какой же из тебя парень для праздника? Я человек праздник, где я там он? Ну хорошо, что ты там, а не тут. Вот там со своим праздником и будь. Ладно, Гоша, удачи вам. Так не пойдет, я с тобой говорил, гони сатен. Я не заказывала у тебя услугу, я только интересовалась про эту услугу. Какой сатен? Я у тебя эту услугу заказывала? Вот и никакого сатена тебе. Это неправильный базар, так дела не решаются. Давайте на него пожалуемся, заблокируем и нахер нам этого Гошу надо. Пока, Гоша. Парень для компании праздника. Если вам понравилась идея, где нужно арендовать парня, то вы напишите. Я могу, допустим, снять переписку с хозяйщиками, где либо сама притворюсь парнем на аренду, либо же попереписываем все еще с другими парнями. Поэтому дайте мне знать в комментариях. А вообще, как я и сказала, я сегодня должна была зачитать вам переписку, где я притворялась кондитером. Дело в том, что мне подписчица написала такое сообщение в ботах, которого я вам и говорила уже в начале ролика. Леночка, привет! Я занимаюсь производством домашнего шоколада. В моей сфере много халящиков на любой вкус и цвет. Прямо как в моей домашней кондитерской шоколаде. Попробуй себя в этом. Перед праздниками халящиков еще больше. И я притворялась кондитером. И сегодня должна была вам зачитать эти переписки. Но вот случайно совершенно на парень аренда наткнулась и решила, что надо снимать. Я вам сейчас зачитаю одну переписку с халящицей, где я притворялась кондитером. Она будет поначалу неинтересная. Но, пожалуйста, досмотрите ее до конца, потому что в конце пипец. Здравствуйте, хотела бы у вас заказать шоколад. Но у меня есть пару вопросов. Вы сможете на них ответить? Здравствуйте, конечно. Какие у вас вопросы? Хотела бы узнать состав шоколада. При какой температуре темпер... Темперируете шоколад? Чтобы вы понимали, я в кондитерке, в выпечке, полный ноль. Я копирую это сообщение и отправляю подписчицу. Ну, чтобы она мне подсказала. Хотела бы узнать состав шоколада, при какой температуре темпер... Блин. Подписчица отвечает мне. Темперирую несколько этапов, нагрев до 60 градусов, далее на холодном камне. Камне? Понижаю температуру интенсивными помешиваниями, после чего нагреваю до рабочей температуры. Я это копирую и отправляю это и Оле. А Оля не унимается. Хорошо, а какие формы вы используете? В смысле, какие формы? Ну, пластиковые или силиконовые. Я опять пишу подписчице, а какие формы, пластиковые или силиконовые? Она отвечает, я использую эти и те, смотря какой формы мне шоколад нужен. Я это копирую и отправляю Оле. Короче, как вы поняли, я все спрашивала у подписчицы и ее ответы присылала. Просто у нас был с ней договор, что если я встречу реальных клиентов, то просто перевожу их на свою подписчицу. Ну, говорю, типа, напишите мне в WhatsApp, вам все сделают. Если же я нахожу калявчиков, то снимаю про них видео. Поэтому я общалась со всеми. Вот честно, я в этот момент нахрен пожалела, что вообще в это вязалась. А добавки какие вы добавляете в белый шоколад? Тут зависит от пожелания клиента, но стандартные добавки это жареный миндаль, кокосовая стружка, сублимированная малина. А в молочный? В молочный шоколад в основном идет молотый орех, любой, соленая карамель, дробленая. Также жидкая карамель, любые сублимированные фрукты, ягоды, лаванда. Какое большое разнообразие. А ягоды вы сами делаете или покупаете? Покупаю. А покрывается шоколад чем? Ну, чтобы он висел разными цветами. Кандурином, либо золотым, либо серебряным. Также глиттером пищевым. А кандурин вы как разводите? Водкой. А почему именно ей надо? Водка это спиртосодержащий продукт, он имеет высокую летучесть, поэтому при нанесении его на шоколад он быстро высыхает и высыхает. А как его наносить правильно? В зависимости от формы шоколада. Если обычная плитка, то он одно формы. Сначала мазать кистью, а потом уж заливать шоколад. Если форма более сложная в виде фигурок, то сначала отливать шоколад и после его заставания наносить. А глиттер наносить как? Только на готовое изделие, его не развожу, так как он должен применяться сухим. Я думаю, ни хера себе дотошный клиент. А вдруг у нее там аллергия на что-то? Вдруг она хочет толчно узнать, чтобы сохранить свое здоровье? Поэтому я такая молодец, отвечаю ей на все. А шоколад вы делаете сами или покупаете в капсулах? Сами. А как его самим делать? И вот тут начинается интересненькое. Я это все спрашиваю подписчице, и вдруг она мне пишет. Лена, а тебе зачем это? Решила домашний шоколад делать. Нет, спасибо, это покупательница спрашивает. Я же ничего в этом не понимаю. И тут она говорит. Ты это не для себя спрашивала? Так она же просто всю рецептуру вынюхивает. Меня развела халящица, и я даже этого не поняла. Я думала, так и надо, это типа нормальные вопросы. Хотя в натуре какие нормальные вопросы? Я бы такие вопросы, как покупательница, в жизни бы не задала. Но я же не знаю в этом ничего. Пишу это Оле. Думаю, достаточно. Какой шоколад вы хотите заказать? И на какую дату? Я еще подумаю, не приняла решение. Да ну ни охренеть ли тебе? Я тут написала на 5 звезд тебе. Заказывай шоколад, оставляй отзыв. Ты просто вынюхивала? Ты же не собиралась заказывать? Я просто хочу попробовать себе. Тебе жалко знание или что? Да жалко. И да или что? Да, все, жалко мне. Реально она просто вынюхивала, это капец. Я тебе про это и говорила. Таких много. Они не хотят за курсы платить и прикидываются клиентами. Я таким не отвечаю. Тебе все рассказала, потому что думала ты для себя. А для тебя мне ничего не жалко. Моя ошибка была в том, что я не выказала, что это для клиентки. Но я почему-то думала, что подписчица поймет, что я не для себя. Короче, жесть. Ребята, давайте поступим с вами интересным образом. Смотрите, прямо сейчас в комментариях вы должны будете написать кое-что для меня. Вам обязательно нужно будет выбрать среди второго, третьего и четвертого парня, первого не выбираем, с кем бы вы пошли на свидание, кого бы вы арендовали. Ответ типа ни с кем нет, нельзя. Вам нужно, вот вам сто процентов нужно выбрать. По-другому никак. И поясните, почему выбрали того или иного парня. Да, люблю издеваться, видите. Ну а я благодарю за просмотр. Совсем скоро с вами видимся. А также напоминаю, что если этот ролик зайдет, то мы с вами еще понанимаем мужичков. И сами станем тем, кто знает себя в аренду. Короче, буду ждать вашего опека и вашего мнения. Напоминаю, что у меня есть бот-халяльщики, куда вы можете написать свои истории, а я буду с удовольствием их читать и что-то применять для своих роликов. Не забудь подписаться на мой канал, потому что мы идем к 7 миллионам подписчиков. Я благодарю за просмотр. Всем спасибо, скоро увидимся и пока.